Очередное послание главы государства, народу Казахстана, которое посвящено основным целям развития страны, экономическим и социальным вопросам, вызвало широкий резонанс. Касымжумар Тукаев заявил, что необходимо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. С этим соглашаются и актюбинские депутаты. На сегодняшний день в систему проходящих заседаний местных народных избранников уже введены онлайн-трансляции. Сейчас мы должны провести работу для того, чтобы все наши рабочие комиссии, все рабочие заседания также транслировались онлайн. Вместе с тем я хочу сказать, что на практике бывает, что вопросы иногда не находят своего решения. И то, что в этом году президент озвучил, что депутатам будут наделены функции, что мы будем собирать уже петиции. Мы будем всю силу направлять на то, чтобы решать все проблемы. Особое внимание в послании уделилось и сфере образования, в частности, нехватке заработной платы педагогов. Уже с января 2021 года зарплата учителей увеличится на 25%. На повестке дня стоит и кадровый вопрос, а также разработка единой платформы для онлайн-образования. Напомним, в настоящее время актюбинские школьники используют две платформы для обучения. С сентября месяца будет дополнительная оплата для учителей-магистрантам, 27 тысяч тенге. Также поднимается, два раза поднимается доплата для проверки тетради. Вчера была большая критика. Действительно, у нас по актюбинской области выбрал все школы две платформы. Это Дарн Онлайн, также Блемленд. Выступая с посланием, глава государства отметил и тот факт, что необходимо пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна быть более мобильной и доступной, в том числе для жителей отдаленных сел. А для тех, кто будет принимать участие в борьбе со второй волной коронавируса, президент поручил выделить 150 миллиардов тенге на выплату надбавок медработникам, что, конечно же, радует актюбинских медицинских работников. Радно, что вопросы уделяются финансовой поддержке медицинского персонала. Для этого выделяется около 150 миллиардов тенге. Мне очень импонирует, что увеличивается количество квот для проведения ЭКО в 7 раз практически. Я думаю, что все задачи, которые поставила перед нами и оголила эта пандемия, они вместе, единством нашего народа и с государством, они будут успешно решены. Говоря об экономической ситуации, Касымжум Артукаев отметил тот главный момент, что стране необходимо развитие в новых реалиях. Длительный нефтяной суперцикл должен наконец-таки завершиться. Поэтому представителям бизнеса необходимо быть готовыми к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка. С прошлого года в регионе большое внимание уделяется развитию агросектора. Теперь по поручению главы государства льготы, предоставляемые предпринимателем, сохранятся. Размер субсидий составит 6%. Планируется удвоить объем экспорта сельскохозяйственной продукции. Так, одна из местных молочных ферм планирует расширить производство до 3600 голов. В своем послании глава государства затронул вопрос конкурентоспособности страны. Она должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. Для решения этого аспекта в области будут запущены новые проекты в области нефтехимии и горнорудной отрасли. Кроме того, в течение следующего года совместно с госорганами будет разработана новая нормативно-правовая база деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня были озвучены те заделы цифры о том, что наш портфель экономики области меняется. Если брать портфель промышленности, так за несколько лет на 6% доля, обработающая промышленности, она уже увеличилась. Профильными министерствами озвучены свои планы уполномоченных госорганов. Здесь мы будем синхронизировать и реализовывать на местах поставленные задачи главы государства. Подводя итоги послания, глава государства сказал, что необходимо избавиться от расточительного общества, отметив, что стране нужно обратить внимание на образование и науку. Мирики Амангель Дахаза, Миржан Аманжолов, Жена Гельсагиев, телеканал АкТОБЕ.